С документами на пролом. В мэрии сегодня начали принимать заявки от красноярцев на участие в программе «Жилье для российской семьи». По условиям, купить квартиру на льготных условиях за 35 тысяч рублей могут сразу 18 категорий граждан, от ветеранов до многодетных. Еще до старта в мэрии надеялись, что все пройдет без давки, но надежды не оправдались. Светлана Овсяникова сегодня наблюдала схватку за льготные квадраты. Одна дверь, толпа народа сдает документы на долгожданную жилплощадь. Приехали, как говорится, и пионеры, и пенсионеры. Прием только до 13.00, каждый понедельник и пятницу. Всем неудобно, тесно, но все терпят. Цена квадрата по условиям программы 35 тысяч против 50 на рынке. Тяжело стоять просто. Я на них валит, поэтому и... Вот стоим уже время полдесятого, и даже никто не двигается. Как стояли на месте, так вот эти вот ворот стоим как раз вот, замерили, и никто никуда вот. Не знаю, ну что тут делать-то надо. Рассоздали эту программу, да как-то надо людей-то не мучить здесь. А то какая-то программа, обязательно муки какие-то у людей получается. Когда кажется, что в этой битве за льготные квадратные метры уже вряд ли увидишь победителя, чемпион все-таки находится. Александр стал первым, кто прорвался и сдал документы. Рассказывает, сейчас с женой и маленьким ребенком живут у родителей. Объясняет, чтобы все получилось, очередь у мэрии занял еще в воскресенье вечером. Я подъехал где-то в полдесятого вечера сегодня. Все, и помаленько, потихоньку, к шести утра, наверное, буду жить. Я сейчас не знаю, ну человек 35 точно. Да, Сергей Владимирович. Не могу пока, у меня люди записываются, там прочное что-то. При очереди из десятков человек за дверью документы на участие в программе принимают только два специалиста, точнее и вовсе один. Другой в это время составляет список очередников уже на пятницу. Люди недовольны, но в мэрии объясняют, посадить еще несколько сотрудников никто не может. При этом в администрации не скрывают, эти же два специалиста параллельно выполняют много другой работы. Половина из них не попадает в эту программу, потому что никто ее не читал. Ты надо осторожно! Многие понимают, сдать документы сегодня точно не выйдет. Принимать решили только по 30 человек в день. И вот картина у окна, где записывают на ближайшие числа, начинает напоминать настоящую бойню. Девушка, девушка, идите к тому очередному. Вы там такой, здравствуйте. Чего там такое происходит? Дурдом очередной. А что вы сейчас толкали? Ну там сейчас очередная была запись предварительная на 27 число, 27 марта. На открытую претензию людей, неужели нельзя было организовать электронную очередь или сформировать списки заранее, сотрудники мэрии отвечают. Делать это до старта программы они не могли по закону. Уверяют, ажиотаж спадет уже через пару приемов. В первый день определить, какое количество граждан в миллионном городе может прийти для участия в программе, мы, конечно, не могли. Но организационно мы все предусмотрели. Уже в половине девятого мы более ста человек увели в малый зал. Правда, многие консультацию все-таки проигнорировали. Отнимает время, а купить дешевую квартиру хочется уже сегодня. Всего же по новой программе построят 380 тысяч новых квадратных метров. Площадки пока две, Солонцы-2 и жилой массив Нанджуль-Солнечный. Подающие документы отмечают районы, конечно, не самые респектабельные. Зато цена подкупает. Светлана Овсяникова, Дмитрий Комаров, 7 канал, новости. Добавлю, если вы собираетесь участвовать в программе «Жилье для российской семьи», всю интересующую информацию можете уточнить по телефону. Записывайте. 226, 1570, 226, 1565 и 228, 20, извините, 2096. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...